Всем привет, вы на канале The Bugs, меня зовут Балонин. Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу о лучших смартфонах Xiaomi по соотношению цены и качества. Все-таки компания выпускает много моделей, но в последнее время не все из них, вы знаете, стоят своих денег. И вот досмотрев вот это вот видео до конца, вы точно поймете, на какие смартфоны стоит обращать внимание, а от каких лучше держаться подальше. Короче, давайте не трать время не зря. Подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя честно сказать, это даже уже как-то удивительно. Ну, согласитесь, лайк, помчали? И напоминаю, что если вы хотите быть в курсе всех самых интересных событий из мира гаджетовой технологии, что нужно сделать? Правильно, подписаться на телеграм-канал The Bugs. Ссылка будет в описании под видео. Итак, начнем. И вот знаете, вот в последнее время компания Xiaomi прям закидала нас с вами новинками. И вот во всей вот этой вот куче затерялся бюджетный Redmi Note 12S. Хотя, если вот поставить его на одну полку с остальными моделями вот этой вот 12-й серии, то я уверен, что вы сразу его заметите. Ведь он получил обновленный дизайн. Но все же самое интересное здесь – это характеристики. Ведь за небольшие деньги вы получите смартфон с 90-герцовым AMOLED-дисплеем, большим аккумулятором с быстрой зарядкой и еще и камеру в 108 мегапикселей. Притом снимает этот Redmi действительно неплохо. И, кстати, Xiaomi даже решили проблему в этом смартфоне с завышенной резкостью. Ну, а за производительность здесь отвечает хорошо знакомый нам Helio G96, которого точно вам хватит не только для простых каких-то повседневных задач, но даже для тяжелых игр. Ну, и к тому же смартфон еще получил такие важные вещи, как слот под карты памяти, NFC, потом стереодинамики и еще и получил свеженькую MIUI 14. Ну, другими словами, если вы, например, сейчас пойдете в магазин покупать себе новый смартфон, то вот про Redmi Note 12S консультанту 100% будет что вам рассказать. Вы знаете, я думаю, что знатоки уже заметили, что Redmi Note 12, вот этот S, копирует Redmi Note 11S. И можно даже подумать, что Xiaomi решили повторить вот этот вот финг, как был с Redmi Note 12 Pro 4G и снова перевыпустили старый смартфон в тридорого. Но это не тот случай. Ну, во-первых, Note 12S выпускается на Android 13 и оболочкой MIUI 14, а это значит, что у этого смартфона будет более долгий период поддержки. Ну, то есть, получается, что эту модель будут обновлять еще три года, тогда как у Note 11S осталось чуть больше года поддержки. Ну, а во-вторых, Helio G96 это не то, чтобы старый процессор, и в своем классе он все еще остается актуальным, в отличие от того же, например, Snapdragon 732G, который стоит в Note 12 Pro 4G. Ну, и самое главное, что Note 12S он стоит не сильно-то и больше, чем Note 11S. И вот если, например, сравнивать версии на 8 ГБ оперативной памяти, то там получается разница в какие-то 20-25 долларов. Притом, 12S в конфигурации, например, на 8 ГБ оперативки получаешь еще и накопитель в 256 ГБ, тогда как в 11S стоит флешка на 128 ГБ. Так что, по сути, вы доплачиваете не за новый корпус, а за увеличенный объем памяти. Потому, если вы, например, планировали брать себе Redmi Note 11S, то лучше все-таки немножко доплатить и взять 12S. И вот если мы, например, зайдем на e-каталог и посмотрим, что еще Xiaomi выпустила в этом году, то вот из интересных моделей отмечу только один. Это Redmi Note 12 4G. И пусть о нем мало кто говорит, но, вы знаете, смартфон при этом прикольный. Ведь он стоит недорого, но при этом в нем есть AMOLED дисплей в 120 Гц, зарядка на 33 Вт, а еще и не самый плохой процессор. И вот смотря, например, на нынешнюю вот эту вот серию Redmi, мне, знаете, кажется, что этот смартфон в нее отлично вписывается. Ну, а чтобы не держать в голове все вот эти вот сотни названий смартфона, просто воспользуйтесь фильтром по характеристикам. Вот, например, на e-каталог. Да, ведь с ним вы быстро найдете нужное по параметрам устройство, а вот уже в расширенном подборе там уже есть много интересных пунктов. Это уже для тех, кто прям разбирается в смартфонах. Ну, а всем уже, кто хочет прикоснуться, как говорится, к прекрасным, этим я уже могу посоветовать Xiaomi 13 Lite. Ну, как минимум, потому что он получился не только очень красивым, он же получился еще и очень удобным. Да, Xiaomi решили выделить вот эту вот модель среди всех остальных своих смартфонов. И сделали Xiaomi 13 Lite в так называемом изогнутом дизайне. Ну, то есть боковые грани здесь скруглены, благодаря чему этот смартфон выделяется среди всех вот этих вот кирпичей с ровными гранями. Ну, согласись, что округленную форму ее приятнее в руке держать. Слушай, не зря ж пиво в круглых бутылках продают. Ну, и ко всему этот смартфон еще получился очень тонким и легким. Его, знаешь, вес этого смартфона составляет 171 грамм, а вот в толщину всего 7,23 миллиметра. Притом Xiaomi еще и заморочилась расстановкой компонентов в корпусе, то есть они сбалансировали верхнюю и нижнюю часть смартфона. Потому даже при диагонали в 6,55 дюймов этим смартфоном все равно будет удобно пользоваться. И даже несмотря на то, что это упрощенная версия, флаг, дисплей здесь топовый. Ведь он выделяется не только тем, что здесь AMOLED на 120 Гц, но еще и высокочастотным шимом, а также еще и поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Притом Xiaomi еще обещает точную и натуральную цветопередачу. Нет, цветопередача это не отправка букета по почте. Слушай, пожалуйста, можешь эту чушь не нести? Потому что это же заразно, я от тебя заражусь. Хотя, конечно, главной особенностью этого смартфона китайцы считают фронтальную камеру. Ведь они поставили сюда двойной модуль. Это состоящий из основной камеры в 32 мегапикселя и еще датчика глубины для правильного размытия заднего фона. А чтобы вы могли фоткать себя любимого вообще в любых условиях освещения, Xiaomi поставили еще и две фронтальные вспышки. Поэтому я уверен, что вот первые пару селфи у вас точно будут с удивленным лицом. Да, кстати, основная камера, вы знаете, здесь тоже не пасет задних и выдает вот такие очень хорошие фотки, особенно для своей ценовой категории. Снимки можно похвалить как за отличную детализацию, точно так же и за приятную контрастную цветопередачу и еще и качество в условиях плохого освещения. Ну а за производительность здесь отвечает Snapdragon 7 Gen 1, который выделяется не только хорошей энергоэффективностью, но еще и производительностью в играх. И вот его мощности вам точно хватит, чтобы играть вообще во все, что захочется. И даже, кстати, не придется скручивать настройки графики к минимуму. Поэтому могу сказать, что в целом Xiaomi 13 Lite получился хорошей такой бюджетной заменой флагманов. Если вы, например, перейдете на него с какого-нибудь бюджетника, то, знаете, заметите огромный скачок, как в качестве дисплея, точно так же в качестве камеры и производительности тоже. Но все же, если вы хотите смартфон, где камера не просто хорошая, а даже удивительная, то тогда обратите свое внимание на Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Я, знаете, могу сказать, что вот лично, например, для меня это вообще один из самых интересных Redmi, который Xiaomi выпустила в этом году. И вот этот вот смартфон, вы знаете, действительно выделяет со своей камерой. Ведь в свое время этот смартфон стал чуть ли не первым бюджетником с модулем в 200 мегапикселей. Притом он выдает очень детализированные снимки не только по словам Xiaomi, но еще и в реальном использовании. И, знаете, отчасти такая камера может даже вам заменить и телевик. Ведь можно приближать изображение в несколько раз с минимальной потерей качества. Но все же из-за вот такого вот крутого основного модуля Xiaomi все-таки пришлось сэкономить немножко на ширике. Так что он уже выдает такие, ну можно сказать, что посредственные фото. Не, ну не то, чтобы они прям ужасные, но все-таки видно, что сенсор бюджетный. Зато вот с остальными характеристиками все даже более чем круто. Вот, к примеру, переднюю панель этого смартфона занимает большой AMOLED дисплей с частотой обновления в 120 Гц и пиковой яркостью в 900 нит. Ну и к тому же он поддерживает такие важные фишки, как HDR10+, Dolby Vision, который точно понравится тем людям, которые любят смотреть сериалы на смартфоне. Конечно, на таком, знаете, дисплее даже Санта-Барбара будет смотреться, как Игры Престола. Хотя, погоди, зря я как-то про Санта-Барбару сказал, только свой возраст спалил. Вырежешь потом, да? Спасибо. Притом, благодаря аккумулятору в 5000 мАч вы сможете посмотреть, например, весь сезон один из нас на одном заряде. Ну, а если смартфон и сядет после такого вот сериального марафона, то с помощью 120-ваттной зарядки, которая идет в комплекте, вы этот смартфон быстро вернете к жизни. А если точнее быть, то за 25 минут. И вот единственное место, где меня все-таки разочаровал этот смартфон, так это в плане процессора. Ведь вот этот вот новенький Dimensity 1080 оказался примерно таким же, как и Dimensity 920, который стоял в Redmi Note 11 Pro Plus. Он все же сам по себе, могу сказать, что просто неплохой и даже, например, хорошо справляется с играми. Так что особо ругать его не буду. Но все же надеюсь, что в следующем году Xiaomi все-таки поставят какой-то более мощный чип. О, кстати, если вы, например, собрались на шашлыки, уже упаковали все в сумки и тут пошел на улице дождь, то не нужно расстраиваться, а тем более танцевать шаманский танец в надежде, что дождь закончится. Не поможет, я пробовал. Все, что нужно сделать, это просто зайти на мой канал. Все. Да, конечно. Да вы уже на втором видео поймете, что лучше на диванчике лежать спокойненько, с пивком, смотреть обзоры от болоти, чем бегать по лесу от комару. Да ладно уже, не надо подписываться. И вот знаете, подбирая смартфоны для сегодняшнего вот этого вот топа, я заметил одну очень интересную вещь. И оказывается, что флагманский Xiaomi 12 до сих пор находится в продаже. И что самое главное, так это то, что он серьезно еще и подешевел. И вот если, например, летом прошлого года этот смартфон отдавали где-то в среднем за 730 долларов, то сейчас его можно взять намного дешевле. И вот со своей вот этой вот новой ценой Xiaomi 12 превратился из подсредственного флагмана в топ за свои деньги. Ну, так сказать, убийца флагманов. Хотя, конечно, знаете, убийца флагманов это он человек, который умудрился iPhone 14 в унитаз уронить. Вот кто убийца флагманов. Итак, начнем с того, что этот смартфон работает на Snapdragon 8 Gen 1, который спустя год, конечно, пусть и постарел, но не сильно. Его мощности легко вам хватит вообще для всех задач. И, кстати, даже игры на нем работают отлично. При этом давайте же не забывать, что здесь же еще установлен AMOLED дисплей с частотой обновления в 120 Гц. Поэтому можете спокойно рассчитывать на флагманскую плавность работы в повседневном использовании. Ну, а любители послушать музыку оценят наличие динамиков от Harman Kordon и еще и Dolby Atmos. Ну, а другими словами, что если вы, например, включите на этом смартфоне какой-нибудь музыкальный клип, то будет четкое ощущение, что вы побывали на концертах. Да не, ну не будет такого, конечно, ощущения. Вот видишь, Усин, вот ты меня заразил уже и я чушь теперь несу. Ну, ясный делал, что, конечно же, компания Xiaomi еще и не стала экономить на камерах. И поставила сюда, я считаю, хороший основной модуль AMX 766 в 50 Мп. Ну, а что самое главное, что за все вот это вот время компания Xiaomi все-таки исправила проблему с алгоритмами съемки. Не, ну может, конечно, ему далеко до флагманских пикселей, но фотографии получаются очень даже хорошие. И, кстати, даже ночью Xiaomi 12 показывает себя отлично и выдает четкие фотографии с низким уровнем шумов. Ну, если из вас тут не знаком с терминологией, то шумы – это такие помехи, которые вот портят качество фотографии. Ну, какие-какие? Ну, это пьяные друзья по фону. Что там еще? Любовница. А шумов хватает. Ты, знаешь, ты тоже шум еще тот. Ну, и так как это флагманский смартфон, то, конечно же, Xiaomi поставили сюда еще и беспроводную зарядку. Притом они еще не стали мелочиться, поэтому этот смартфон поддерживает мощность в 50 Вт. Ну, а вот проводная зарядка, она уже, конечно, впечатляет немножко меньше, ведь китайцы добавили поддержку блоков всего в 67 Вт. Все же, знаете, как для смартфона за 490 долларов, я считаю, что это отличные характеристики. И с таким ценником Xiaomi 12 выглядит даже поинтереснее, чем Pixel 7. Ну, как минимум, процессор, дисплей и зарядка здесь в разы круче. Ладно, давайте не будем мериться зарядками, идем дальше. В свою очередь, например, Xiaomi 13, это легко могу сказать, что один из лучших флагманов, которые Xiaomi сделали в этом году. Не, ну, понятно, что он, конечно, не такой навороченный, как Xiaomi 13 Ultra, но все-таки у него ощутимо лучшее соотношение именно цены и качества. И вот, значит, в первую очередь Xiaomi 13, конечно же, привлекает своим компактным форм-фактором. Да, пусть он и получился чуть больше все-таки iPhone 14, но все-таки он все равно меньше большинства других Android смартфонов. Ну, и ко всему в него поставили очень качественную AMOLED-панель с поддержкой 120 Гц и яркостью в 1200 нит и точной цветопередачей. Да, поэтому, если вы устали от всех вот этих вот лопат, то Xiaomi 13 это ваш вариант. Потому что, несмотря на то, что это базовая модель во флагманской линейке, у него все равно есть все премиальные фишки. Вот, например, помимо основного широкоугольного модуля, Xiaomi 13 получил еще и телевик с трехкратным оптическим зумом. Ну, и пусть он всего на 10 мегапикселей, но снимки, вы знаете, все равно получаются хорошими. Да и, кстати, основной модуль тут тоже особо как не поругаешь, ведь он выдает действительно качественные фотографии, плюс еще и во всех условиях освещения. А что самое главное, так это то, что Xiaomi 13 еще и отлично справляется с записью видео. Ну, и также этот флагман еще и преиспевает в плане производительности, ведь благодаря встроенному Snapdragon 8 Gen 2 он стоит на одном уровне с новыми Galaxy и с новыми iPhone'ами. При этом Xiaomi еще и хорошо поработали на системе охлаждения, поэтому этот смартфон не троттлит и еще и не перегревается подлительными нагрузками. Да, поэтому Xiaomi 13 это такой хорошо сбалансированный флагман, который и стоит недорого, и при этом дает все, что вам нужно. А что вы считаете по поводу сегодняшнего нашего топа, обязательно напишите в комментариях. А также еще посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только палетки, но еще веселые и интересные. Ну, и главное помните, что самое интересное, где? Правильно, в коробке. Продолжение следует...